Многие ездят сюда и нас за тусовками, тут этого полно, ну вот просто поднимаем. Мне очень нравится гулять вот по таким маленьким улочкам, например, в Янепе такого спокойствия нет. Вообще бросается в глаза, что очень спокойно, вот по сравнению со всеми даже остальными городами. Обязательно съездите в этот город, причем он такой современный, красивый издание, и все было горожено, зелень, ну а цены в 2-2,5 раза дороже. Вот есть такая деревня Гермасоя, 5 километров от Лимассоу, многие туристы живут здесь. Пока гуляю по набережной в Пафосе, давайте вам скажу, куда лучше ехать на Кипре. Многие очень туристы задают этот вопрос, в Ларнуку, Вайанапу, допустим, в Лимассоу или в Пафос. Я был на всех курортах Кипра, в Пафосе, в Лимассоу, в Вайанапе, в Ларнаке, я был только в небольшой деревне Протарасе, и был в Никосии на северном Кипре. И сейчас расскажу все плюсы и минусы отдыха на каждом из этих курортов. Если вы хотите активный отдых, тусовки, ночной жизнь, прям ночная жизнь умолкает, есть улица баров, это Вайанапа. Также в Вайанапе, ну, например, я вот не пью вообще алкоголь и всякие наркотические вещества не употребляю, но мне что понравилось в Вайанапе, есть классные развлечения для тех, кому не нужен такой досуг. Например, Луна Парк и Аквапарк, очень крутые, одни из лучших в Европе. Действительно понравилось, был день в Луна Парке, был день в Аквапарке. И, конечно, классный пляж Нисибич с голубой водой, голубая лагуна. Интересно, что цены на алкоголь, вот, например, баночка пива на 78 центов, 97 центов евро. Вода, ну, целых 35. Где-то на пляже вы ее будете купать за полтора евро. Здесь сок по... А начинает евро и больше. Алкоголь 7 евро, 4 евро с дисконтом. 7 евро 4, так что алкоголь вполне доступен, особенно кипрское вино. О, есть вино за евро 40, для самых экономных. Цены доступны. То есть, 7 евро, салатик 6 евро, чекен карри 9800, чекен наггетс 6700. Вот я какой-то... А, вон, спешего блюда я ел. 9.90, который я взял. Начинаю жить на Янапе. Многие ездят сюда, и мы с натусовками. Тут этого полно. Ну, вот, просто поднимаю. То есть, везде вокруг одни бары, дискотеки, и тому подобное. Продолжается и продолжается эта улица баров. Вот, называют всех подряд, видеть во все бары. Заменитый бэд-рок кафе. Заменитый бэд-рок кафе. Заменитый бэд-рок кафе. один жетон 1 евро допустим лодочка вот 3 в 3 жетона комната страха 2 жетона самый крутой аттракцион который летает вон там он booster вон там далеко стоит 8 жетонов такой как я хороший молодежный тусовочный отдых это я на по наоборот противоположности это пафос вот я сейчас иду тихий размеренность спокойно отдых большинство пенсионеров такой тусовки нету вон у молодежи вот не особо много каких таких клубов по городу именно толпы как вы она пьяни видел именно для спокойного расслабленного отдыха такие кипрские улочки спокойные вдалеке от пляжей так что если вы хотите больше тишины и спокойствия в пафосе то так выглядят улицы которые находятся вдалеке от пляжей в 5 часов вечера я вышел из отеля сразу попадаются такие предложения breakfast за 3 евро ну завтрак за 3 евро допустим в европе в той же мастердаме я бы за 3 евро не поел вот самый первый кафе можно за 10 евро поесть курицу гриф за 6 евро салат пафосе мне очень нравится гулять вот по таким маленьким улочкам например в янепе такого спокойствия нету там в основном туристы движуха клуба здесь вот так можно спокойно погулять пляже в пафоса достаточно каменистый есть вот такие вот островки вот это например ли сауди бич их две части один около отель другой публичный где есть песок но опять песок не белого цвета то есть такого что идет вся морская линия рядом белоснежный песок такого в пафосе нету поэтому если вам нужна близость моря то выбирайте прежде что смотреть что был рядом с пляжем допустим и песчаный пляж иначе вы можете жить но допустим жить вот как за мной на камнях и что в море вы не зайдете но вообще бросается в глаза что очень спокойно вот по сравнению со всеми даже остальными городами и спокойнее чем в ларнике спокойнее чем конечно же в янапе естественно даже в лимассоле такой больше пожилых людей молодежи не особо много если у вас есть возможность здесь много отелей то классное место для отдыха с детьми так как очень мелководный пляж песочек на самом пафосе везде посмотрите мое видео там заход каменистый неудобный для детей очень поэтому если вы с детьми отдыхаете вам или просто вам нужен классный песчаный пляж то бронируется отель и рядом с этой бухтой коралл бэй ларна к или массу это средние города то есть это большие города но где есть в том числе и ночные развлечения но не туристические а в том числе там живут обычные люди это обычную крупные кипрские города это многие отдыхают европейцы то есть нету одних русских на all inclusive которые проезжают одна из главных достопримечательностей лимассола обязательно прогуляйте прогуляйтесь по ней здесь очень много скульптур очень красиво вот можно позаниматься тренажеры вот такие различные скульптуры стоят кафешки есть пляж обязательно съездите в этот город причем он такой современный красивые здание все облагорожено зеленый набережная одна из лучших во многих странах я была многих странах очень красиво здесь также можно погулять вечером в лимассоле вообще цены конечно самом городе лучше жить красивые набережные рядом расположен пляж рядом расположен старый город если вы будете жить в районе набережной это будет очень здорово потому что вас будет доисторической в от центра близкая и близко до пляжа но цены в два за спальня раз дороже вот есть такое деревня гермасоя 5 километров от лимассола многие туристы живут здесь сразу скажу вот нас параджим апартменты плюсы в принципе плюс сам глава плюс цена в полтора раза меньше чем во всей остальной деревне ну и тишина вот такой вот вид вы видите с балкона на ларнаку со второго этажа замка буквально обойдет всего за пять десять минут стоит два с плане евро поделать несколько хороших красивых фоток особенно если вам удавил лежать на пляже самый тот смотреть а вон там как я вам говорил лишь на видна набережная марина где стоят яхты аэропорт в ларнаке расположен очень удобно прямо из города за пять минут вы доедете также скажу что есть аэропорта свои в ларнаке и в пафосе в янапу в лимассол нужно добираться из этих аэропортов поэтому если вот для вас это важно время сколько вы добираетесь от аэропорта до своего места жительства то вам нужно будет дольше добираться по температуре вообще глуп теплее всего на кипре сезон где-то с июня по сентябрь но вот я в конце во второй половине мая и в том числе в начале октября ездил мне очень нравилось в это время при октябре выбирайте где потеплее чтобы поехать в пафос ларнаку и в другие города кипра в янапу в лимассол оформить шенгенскую визу не обязательно можно сделать онлайн провизу может сделать самостоятельно есть некоторые нюансы например выходные они не работают вылетать можно только из россии более подробно я рассказал видео как получить визу на кипр под этим видео есть контакты и зайдите нас наш сайт виза сам точка ру и обращайтесь мы можем сделать вам под ключ за в течение одного рабочего дня ну все всем пока надеюсь вам было полезно это видео с тем куда лучше поехать на кипре с вами был борис сколов сайт виза сам точка ру а я продолжу любоваться прекрасными закатами в пафосе